Эй, йоу, чикавоу! Всем здарова, с вами тот самый опаснейший Феликс. Вы готовы? Сегодня я приготовил для вас кое-что новое, кое-что необычное, опасное и странное. Но, наверное... Как вы поняли, это опять новая рубрика. Что? Недавно я понял, что нужно какое-то разнообразие и взаимодействие с подписатой в роликах. Ну, сейчас начнётся. Вернее, монтажи и крах в Бедвард Скайвардс. Это ведь так круто! Я скажу так. Нужно экспериментировать и двигаться, искать что-то новое, пробовать. И даже если вам кто-то скажет, что у вас что-то не получается и не получится, не слушай! Ну, если что, я не говорил, что ухожу из мини-геймов там, да? Короче говоря, в этой рубрике я буду рассказывать вам разные прикольные произошедшие со мной истории. И сопровождать это прикольным видеорядом. Дай бог хайпануло! Думаю, вам зайдёт. Лайк-то поставили хотя бы, надеюсь? Я чё тут зря жду? Хм-хм, погнали! Наверняка с каждым из вас случались супер странные ситуации. Я расскажу вам одну свою. И если вам понравится, то, ну, блин, скажите мне в комментах, ладно? У меня этих историй очень много. Итак. Как-то раз мы с моим другом-одногрупником шли с колледжа на остановку. Да неё один километр! Один километр! Эм, чувак, к чему это? Да так, решил пожаловаться. Вот, да он! Короче. Заходим мы такие в заднюю часть автобуса. Разговариваем такие, никого не трогаем. И тут хопа! Меня так неприятно, ну вот супер неприятно, дёргают за куртку. Я с недопониманием поворачиваюсь. Вижу свободное место. И девочку, которая показывает на это место и типа говорит, вот, свободное место! Садись, ёпта! Я такой, да не, я постою. Ну такое было бы садиться, когда ты с другом, а ещё и со странной девочкой. Дальше мы продолжаем разговаривать с другом и как хопа! Меня снова дёргают за куртку. Опять эта девочка! Я снова поворачиваюсь и в этот момент она что-то начинает говорить. Я не расслышал и переспросил. Лучше б я этого не делал. Она показывает пальцем на моего друга и говорит мне, ха, скажи ему, что он мой папа! Таким противным голосом! И если что, этой девочке по виду лет 17-18 было. А моему другу 18 как бы. Я сомневаюсь, что такое возможно. Короче, мне снова показалось, что я расслышал что-то не то. Снова переспросил. И она сказала то же самое, только громче! Не, ну я охуел. Я, значит, снова отворачиваюсь, продолжаю разговаривать с другом. Я ему так и сказал, чувак, эта тёлка сказала, что ты её папа. Я нихуя не понял. Он такой, ну ты же видишь, что она ебанутая, ну понятно же. И тут меня снова дёргают за куртку. Я, значит, поворачиваюсь. Она уже стоит рядом со мной. Не с моим другом, а рядом со мной. И говорит мне, эй, он попался. Я снова нихера не понял, просто проигнорил. И, сука, опять она меня дёргает за куртку. Ну вот зачем я же рядом стою? И тут она вымолвила. Передай ему, что я от него беременна. Блин. В этот момент мне захотелось провалиться под землю. Она это довольно громко сказала, и люди, которые находились рядом, напоебасы услышали. Да что уж тут говорить, они даже посмеивались. Честно говоря, если бы я видел такой со стороны, я бы ржал. А мне было, ой, как неловко. Мне хотелось телепортироваться домой. В этот момент я её проигнорил, я не знал, что ей ответить. Потом, когда автобус подъехал к другой остановке, люди начали заходить, и мне удалось сместиться так, чтобы когда люди зашли, они немного её протолкнули. И теперь она стояла не рядом со мной. И в этот момент я сказал другу то, что она сказала мне, и мы оба стояли в айфере. Дальше, когда автобус проехал несколько остановок, и народу было меньше, она снова подходит и говорит мне. Не моему другу, а мне опять же. Передай ему, что я его люблю. И начинает рисовать сердечко на окошке. Это ужасно нелепо и смешно выглядело. Но мы с другом себя чувствовали дебилами. И тут мне сказал друг, сделай что-нибудь, или я ей сейчас в ебу. И я начал ржать. Дальше эта девочка докопалась до двух парней, которые просто разговаривали. И она сказала им, можете замолчать? Таким противным тоном. Их реакция, они просто начали ржать. Дальше она начала им предъявлять за то, что они смеются. Начала обзывать, а они просто ржали. А когда они вышли, они ржали еще больше. Я такой, блин, ну вот им кайф, они уже вышли. Дальше мой друг предлагает пройти в середину автобуса. К слову, за это время народу в автобусе набралось очень много. И мы, превозмогая страх, начали протискиваться в середину автобуса. И в этот момент, как думаете, что произошло? Она снова дергает меня за куртку и спрашивает. Я правильно написала. Она написала, я тебя люблю и сердечко. Я говорю, что? Я правильно написала. Я сказал, что я не вижу. И она просто берет и говорит мне. Ну значит ты козел слепой. Мне в этот момент так ей вдарить захотелось. Но мы просто прошли в середину автобуса. Она хотела пойти за нами, но в этот момент зашло очень много людей в автобус. И она не смогла. Мы такие, фууу. Ура. Конец истории. Потом она просто вышла на какой-то остановке. И теперь скажите мне вы. Вам хоть раз попадались, ну супер странные люди? Просто я тогда охренел, насколько странные люди существуют в этом мире. Она явно была чем-то больна. Над такими нельзя смеяться, я понимаю. Но вот если у нее какое-то психическое расстройство или что там, то почему она свободно катается на автобусах и людей достает? Кстати, мне потом подруга рассказывала, что она тоже встретила эту девочку в автобусе. И эта девочка, как думаете, что делала? Снова кого-то доставала. Напишите в комментарии, было ли подобное с вами. Ну и если вам понравилась эта рубрика, то влепи лайк и напиши комментарий. Очень круто. Ну а с вами был Феликс. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok